Привет, Peloton, с вами Zed, и сегодня я буду показывать секретные машины Forza Horizon 5, так что усаживайтесь поудобнее, берите всего чего-нибудь вкусненького, заваривайте чаёк, прыгайте в копить своего болида, ну и мы начинаем, погнали! Машины из автоталантов Как раз таки вот эти автоталанты, многие будут разблокировать себе, покупать машину, доставать оттуда машину и продавать на аукционе уже сразу две, из которой они взяли эту машину и которую они получили, так что ребят, не советую никому покупать на аукционе эти машины, которые я скажу, из которых выпадают, собственно говоря, призовые тачки, поэтому ребят, тупо в магазине берёте или на свой страх рис, конечно, на аукционе, потому что вас там могут обмануть, как я уже и сказал, ну что ж, Peloton, давайте я быра доеду до дома и мы начинаем! Итак, я уже закупил все машины, что нам могут понадобиться, из которых будет разблокироваться это всё дело, так что я просто перехожу в гараж, беру здесь в поиске, значит, джип, потому что именно джип нам нужен, как ни странно опять, это Wrangler Rubicon 2012 года, именно он нам нужен, я в него сажусь и давайте сейчас посмотрим, что у него есть в автоталандах. Дальше модификации тюнинга, автоталант и вы видите, что здесь спрятана машина, это 2013 года, Deberty Wrangler Unlimited, в прошлой части он мне очень нравился, честно, очень крутая тачка была для Cross Country VS1 и за 50 автоталантов, как я говорил, довольно дорого это будет вам обходиться, но тем не менее, это джип Wrangler, вот он, то есть он добавляется нам в коллекцию и давайте сейчас её по-бырому заценим. Итак, вот так вот выглядит эта машина и, пожалуй, открою все двери и капот, но она очень большая, это прям такая прокаченная версия обычного Wrangler, то есть у него здесь очень злой мотор, насколько я знаю, это вроде SRT у него, мы чуть поближе посмотрим сейчас, а сзади запаска огромная, сюда вот можно сесть, игра предлагает, кстати, я не помню, можно было садиться ли на задние места в прошлой части, напишите, кто в Forza Viste много времени проводил, потому что я нет и я не помню. Ну, здесь даже спидометра нет, смотрите, там вот этот вот новомодный спортивный цифровой дисплей, да, ну, блин, выглядит всё внушительно, согласитесь, выглядит внушительно здесь всё. Давайте же всё-таки заглянем под капот и тут, ну да, тут SRT-шный мотор на очень-очень много, ещё KN наклеечка, ну, блин, ребят, очень крутая тачка, она мне очень нравилась раньше в прошлой части. Следующая машина, которую мы будем брать, чтобы разблокировать другую, это Dodge Charger RT, кстати, ребят, его можно получить бесплатно, вот здесь, надо же, просто будет выиграть гляв на любой машине, в любом классе, на любой сложности, вам дадут эту машину бесплатно, из неё мы получим сейчас кое-какую особенную секретную призовую машину из автоталантов, погнали. Итак, я зашёл в гараж, вот, беру свой Dodge, сажусь в него, ну, а мы с вами переходим в автоталанты, и здесь, вот, видите, спрятана Dodge Charger Daytona, та самая легендарная тачка, если вы смотрели мультик тачки, то вам точно должно понравиться. Теперь мы открываем здесь, но не берём вот это, потому что это будет очень дорого, она целых 20 автоталантов стоит, открываем мы здесь именно вот так, вот, как я сейчас вам показываю, заодно велоспинчик здесь прокрутим, посмотрим, чё как, и да, 125, ну, почему бы и нет, а у нас ещё второй есть, ничего себе, ну, 225 тысяч на этом заработал. И открываем, значит, машину, сейчас с неё мы сядем с вами и доедем до гаража. Вот так вот она с буксами едет, это классная тачка с той эры в Носкаре, по-моему, это было в аэродинамической эре, когда все играли со спойлерами, все играли с мордами автомобилей, да, ну, и, как я уже и сказал, я свой поклонник тачек, а мне очень нравится этот мультик, я на него вырос, то я, скорее всего, блачу эту машину в раскраску под номером 43. Ну, давайте посмотрим, да, огромный мотор Хэмми, да, 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 причём, насколько я понял, ну, как бы, эта машина, ещё из прошлой части я это понял, да, давайте заценим мотор, да, 426 Хэмми, ну, что может быть лучше, когда речь идёт о маслкарах. Следующая машина, которая нам понадобится, это Porsche 995 года 911 GT2, вот он у меня здесь есть, жёлтенький, и я его беру и сажусь в него. Дальше, как и до этого, модификация тюнинг, автоталанты, и тут, как мы видим, спрятано целое Хуниган Porsche 911 Turbo RVB. Это очень крутая, стилёвая, я бы даже сказал, тачка, и если делать косплей на авангамскую полночь, то именно на ней, потому что, вы помните, там тоже был этот Porsche, но не прям такой, ну, чтобы не путать вас, но был. Итак, коллекцию машинка, видите, нам добавили этот самый Porsche, и давайте сейчас в него сядем, он, наверное, будет в разделе Хуниган, ну, скорее всего, это не Porsche, поэтому мы в него залетаем, да, вот он нам добавил его в гараж. Ну, и давайте понаблюдаем его через Forza Vista, наклейку, тьма просто на машине, да, вот здесь, видите, наклеечка такая здесь есть. Сзади, как и полагается, движок у нас, то есть, как у Porsche, Хуниган is not a crime написано, ну, и давайте залетим, возможно, сейчас в салон, только чуть-чуть прокрутимся вокруг. Фары здесь, конечно, прикольно заклеены, мне это прикалывает, нравится, а это даже не заклеено, это внутрь вставлены такие пластины. Салон, кто вот не считает, что это стилевый, у вас нету чувства стиля, вся машина очень стильно выглядит, руль момовский здесь. Сверху опять появилась, вы были отключены, люблю Forza V, ребят, ставьте просто лайк, если у вас постоянно эта хрень вылезает. Ну, ребят, блин, да выглядит зачетно, выглядит зачетно. Давайте послушаем, как кричит мотор. Ну, согласитесь, звук был, звук был, хороший звук, стилевый, хороший звук, вот так вот тачка выглядит. Я, у меня проблемы с джойстиком, у меня почему-то назад ведь не работает, поэтому я не могу нормально прокрутить для вас машину, показать. Но, тем не менее, думаю, вы все согласитесь, что машина очень круто выглядит, и Хуниган, в принципе, делает классные тачки. Единственное, что иногда они не совсем управляемые, но мы переходим к следующей машине. И нам понадобится Mazda Savannah RX-7. Короче, ребят, я ее не нашел в магазине, поэтому мне пришлось на свой страх риск брать из-за зала аукционов, я уже посмотрел автоталанты, у нее здесь не открыта с призовой машиной, видимо, владелец не знал. Если хотите, будет гайд по аукционам, я расскажу вам, как выкупать так же, как и я это сделал, без риска для себя, точно знаю, что внутри будет. А здесь у нас, между прочим, опять Хуниган, но уже Мазда RX Twerkstallion, или как она правильно называется. Вот, и, опять-таки, она нам добавилась в коллекцию. Вот это та самая рыжая, тьфу ты, рыжая, та самая красная тачка из прошлой части, это Мазда Бестия. Очень многим нравилось, как она дрифтует, поэтому давайте сейчас с нее сядем, наверное, и посмотрим на нее чуть поближе. Вот, опять-таки, добавили ее мне в гараж, видите, Twerkstallion, что-то значит, не понимаю до конца, но 92-го года Мазда, это же тоже, по-моему, Саванна, нет? Это RX 7, просто здесь из-за обвесов уже нихера непонятно, что это за тачка. Ну, слушайте, если в Porsche было много наклеек, то здесь она вообще вся заклеена, посмотрите, просто вся. Это что, ржавчина? Это просто в золото так покрашено, или от отражения у игры такие идут? Непонятки, непонятки, ребят. Ну и что, давайте попробуем внутрь залезть. Смотрите, на двери нету этой, блин, как это называется? Я не помню, как называется эта фигня, обивки или что? Но здесь чисто такое, это чисто корч, трековая игрушка, здесь, видите, вообще салон весь вырезан, вырублен, только оставлены железные какие-то элементы и все. Движок у нас, я думаю, давайте с вами посмотрим, сейчас, как всегда, будет вот это вот, да, поднятие без нашего ведома, так скажем. И это что у нас? Это какой-то грозный, это ЛС какой-то, да, стоит здесь? Знатоки, пожалуйста, в комменты, потому что я предполагаю, что да, ну он огромный, просто посмотрите. Ну и следующая наша машина с вами, ребят, которая нам нужна, это Lamborghini Diablo SW, вот такая вот желтенькая красивая тачка, очень люблю эту машину. Дальше опять модификация тюнинга, в автоталантах тут спрятана классная тачка, а именно Diablo GTR, то есть открываем здесь все по-быренькому и давайте уже перейдем смотреть эту машину, опять-таки она стоит здесь целых 50 автоталантов. Вот она мне в коллекцию дропается, то есть все работает, ребят, я никого здесь не обманываю, говорю просто какие машины брать и как разблокировать, сколько примерно это стоит, чтобы на моем примере убедились. Вот она, собственно говоря, свои собственные персоны Diablo GTR, вы помните в прошлой серии, ну в прошлой части, она очень круто ехала в онлайн гонках, атмосферный V12 здесь стоит, машина крутая, двери, гильотины, все как полагается в Lamborghini. Но, кстати говоря, внутри, несмотря на то, что тут каркас безопасности и а-ля трековая всякая фигня, да, здесь ковши стоят, салон, кстати говоря, не убрали, я сейчас вам покажу, какую прикольную особенность у этой машины. Итак, залез я внутрь, ну смотрите, как здесь, опять руль Мома, да, карабас у нас здесь сидела, давайте послушаем звук. Ну согласитесь, у Lamborghini шикарный звук и интересный факт, посмотрите, пожалуйста, сейчас вам зеркала показываю, воздух идет изнутри, заходит по трубке сюда и так охлаждается машина. Это что-то вроде кондиционера, потому что у машины как бы его нету, просто потому что она сделает машину очень тяжелой. А это гоночный болид и тут убирали в 90 кондиционер, в Ferrari F40 вообще его не было так-то, если подумать. Ну что ж, Пелотон, с вами был Z, пишите в комментарии, какую первую тачку будете разблокировать, скажите, пожалуйста, помог я вам или нет, рассказал, может вы не знали, откуда берутся эти машины у людей или как их получить коллекция, если вы собираете, например, коллекцию Lamborghini полную или что-то еще. Но, ребят, я очень буду рад, если я вам помог, с вами был Z, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, всем пока, всем до скорых встреч, всем пока, Пелотон.